Да, мы в прошлый раз остановились на формулировках принципа модального экстенсионала. Пикок сначала формулирует его неформальным образом, потом разделяет и демонстрирует на примерах, как эта штука работает. Ну и вообще, людям, которые книгу читают, им как бы заметно, что Пикок каждый раз ведет повествование в таком полемическом стиле. То есть он делает какую-то формулировку и задает вопрос, а как бы мог ответить человек, который нам возражает. И так продолжается всю книгу, что, как по мне, способствует еще большему пониманию, чего именно он хочет сказать. И действительно большая часть вопросов, которые у читателя возникают, они отсекаются с помощью этого дела. И точно так же и с принципом модального экстенсионала в двух частях. Вот он сразу же формулирует подражание. Я напомню, что вот общая формулировка принципа модального экстенсионала звучит таким образом, что это условие для приписывания. В том плане, что если у нас есть какое-то понятие, и у него есть семантическое значение, и если мы применяем приписывание по отношению к какому-то понятию, то оно определяется фактическим семантическим значением. Как это работает на примерах, мы разбирали уже в прошлый раз, я на этом останавливаться не буду. Я в данный момент останавливаюсь лишь на том, какие у нас выдвигают возможные возражения к этой формулировке. Вообще, если цель состоит в том, чтобы сформулировать определение подлинной возможности, вот о чем он говорит с самого начала, то как вообще для этого может помочь понятие жесткости. Потому что, ну, разве само понятие жесткости, оно прямо или косвенно не включает в себя понятие подлинной возможности, либо через понятие возможного мира, либо через понятие контрфактической ситуации, или даже через понятие условий истинности для пропозиции или мыслей, которые содержит модальный оператор. Но Пико говорит, что вот он употребляет понятие де юра жесткости как такой некий евристический инструмент для привлечения внимания к классу понятий, которым применяется вот вторая часть этого принципа. И само его утверждение состоит в том, что существует класс понятий и выражений, понимание которых предполагает какое-то понимание того, что в этом случае присваивание недопустимо в том и только в том случае, если оно присваивает каждому из них фактическое семантическое значение. И то, что конкретное понятие или выражение к этому классу относится, это что-то, что изучается по мере надобности. Или по случаю принадлежности понятие к какому-то общему классу, которое демонстрирует ограничение понятия допустимого приписывания. Также вопрос может возникать такой, а является ли у нас, ну, не возникает ли у нас все равно, не пролезает у нас порочный круг, тем не менее. И, как говорится, на самом деле нет, потому что мы можем обозначить два класса выражений. Там класс с, условно говоря, с двумя бессмысленными метками. И, допустим, он говорит, что выражения, которые входят в первый класс, они таковы, что присвоение одному из них допустимо только в том и только в том случае, если семантическое значение под этим присвоением – это результат применения того значения под этим присвоением, которое применяется при определении фактического семантического значения. А во втором классе они такие, что присвоение одному из них допустимо только в том и только в том случае, если семантическое значение, оно уже совпадает с фактическим семантическим значением. И фактически, когда мы задаем принцип модального экстенсионала, у нас просто идет проверка понятия одного за другим. И вот именно поэтому самого отпорочного круга его как бы нет. Второе возражение – это возражение того, а не является ли вообще само понятие допустимости модальным. Разве допустимость не означает «может быть допущен». И Пикак отвечает, что он выбирает веревок допустимый из-за некого такого интуитивного резонанса, который как раз подходит для его использования. Потому что значение слова «допустимый», вот как считает Пикак, оно на самом деле совершенно несущественно утверждению какой-то теории модальности, которую он строит. И для самой цели этих теорий, для целей этой теории, допустимость, она может быть определена не ролью, ну, именно, короче, ролью в теории. И роль в теории заключается в обобщении ограничений на те задания, которые способствуют определению реальной возможности, то есть то, к чему на самом-то деле и хочется прийти. И он говорит, что теория на самом деле могла бы исходить из утверждения, что спецификации являются пользователями возможностями, если у нас есть какие-то переписывания, которые соответствуют принципу модального экстенсионала и каким-то другим ограничениям, вот он дальше их будет оговаривать. И по его мнению, излагаемая концепция, она очень хорошо согласуется с тем, что различие между де-юре жесткими выражениями и другими выражениями в каком-то общем случае, оно может быть выяснено просто путем референции на их какое-то поведение по отношению к модальной оценке. Далее он приводит примеры, которые способствуют появлению сути дела. Первое – это метафизическая необходимость принципа пропозициональной логики. Ну, допустим, что у нас есть какие-то логические константы, у этих логических констант есть истинностные функции, которые являются семантическими значениями. И предположим, что мы придерживаемся какой-то из двух теорий. Первая теория в том, что истинностные функции любой константы фиксируются в качестве той, которая делает определенные выводные принципы, всегда сохраняющие истины. Ну, вот это стандартное определение дедуктивности, что при истинности посылок у нас там с необходимостью будет истинное средствие. Мы, кстати, обсуждали модальность дедуктивности. В прошлый раз там был пример, в том числе и Старского. И эти принципы, они упоминаются в условиях понимания, которые эпикаку нужны для формулировки подлинной необходимости и подлинной возможности. И здесь вот это вот всегда сохраняет истину, оно не означает на самом деле чего-то модального. Оно просто означает сохранение истины при всех присвоенных значениях истинности каким-то схематическим буквам. Ну, по типу того, как, например, мы берем классическую истинностную функцию для конъюнкции. Это единственная истинностная функция, которая делает сохранение, которая, в общем, сохраняет истину просто классическим введением там правил введения или устранения конъюнкции, например, как это бывает в теориях естественного вывода или в секвенциях. Ну, или, предположим, в качестве какой-то альтернативы, что мы считаем, что понимание логической константы, оно включает в себя наличие какой-то имплицитной концепции. Которая излагает условия истинности и мыслей или пропозиции, которые содержат ее в терминных условиях истинности, ее составляющих. И в каждой из этих теорий семантическое значение логической константы по отношению к допустимому приписыванию, оно всегда такое же, как ее фактическое семантическое значение. И если мы берем первую теорию, которая на слайде упомянута, то этот момент спривидив, потому что семантическое значение логической константы при любом допустимом приписывании, это как раз то, которое делает сохраняющим истину определенные принципы вывода, что это стандартное определение дедуктивности. Это будет то же самое семантическое значение, которое будет сохранять истинность вообще независимо от природоприсваивания. И принципы, которые я только что упомянул, например, в первом виде теории, они на самом-то деле будут сохранять истину при любом допустимом приписывании. А из этого следует, что те принципы вывода, которые индивидуируют значение логической константы, ну типа там введение или устранение конъюнкции, они являются методически необходимыми. И на самом деле тот же результат, он следует еще более явно из теории, что правило, по которому определяется семантическое значение логической константы, оно задается каким-то содержанием вот какой-то имплицитной концепции. Ну типа что А или Б истина, если А истина или Б истина, как мы там формулируем истинность для дизюнкции. И вот если придет какой-то такой воображаемый спорщик, который спросит, а как мы вообще можем обосновывать обычные принципы оценки для логических констант в произвольно возможном мире, в котором есть какие-то произвольные логические константы. И метафизическая необходимость таких принципов – это просто следствие того, что связано с возможностью спецификации, когда у нас возможность объясняется с точки зрения допустимости допустимых приписываний, и когда экспликация возможности включает принцип модального экстенсионала. При этом нужно отметить, что вот это вот обоснование, оно не опирается на предпосылку, что соответствующие принципы вывода, согласно первой теории, например, или согласно второй теории, содержащие явные концепции, метафизически необходимы. То, что эти принципы метафизически необходимы – это вывод, это не сама предпосылка. И в обосновании того, что мы выводим, что эти принципы являются метафизически необходимыми, мы опираемся на то, что часть того, что делает приписывание допустимым, оно связано с соответствием принципу модального экстенсионала. И следование тем принципам вывода, про которые мы хотим вести речь, они будут связаны с принципом модального экстенсионала, а он помогает просто проследить связь между допустимостью и возможностью. И как принцип модального экстенсионала, так и другие принципы возможностей, которые он ниже формулирует, они, согласно любой предполагаемой концепции, они предшествуют в порядке философского объяснения, и определение того, что является действительно возможным, как цель этого, почему Кикок идет на самом деле всю главу. И если мы на самом деле предположим, что у нас есть какая-то концепция подлинно возможных спецификаций, которые проясняются без опоры на принцип модального экстенсионала, то Кикок вообще считает, что задача объяснения, она непополнима. Нельзя без этого дела объяснить, почему некоторые примитивные логические принципы и физически необходимы, вот без каких-то «но». И вообще у Кикок есть отдельная работа, которая посвящена логическим константам, в качестве прояснения его позиции, которые предшествуют всей этой формулировке через формулировку понятия подлинной необходимости и возможности, там на самом деле это очень хорошо проясняется, я просто не буду здесь дополнительно на этом останавливаться, потому что это, конечно, пример, который проясняет суть дела, но если я буду погружаться в него еще больше, то, в общем, это просто перетянет одеяло на другую сторону, а нам это не нужно. Второй пример – это Эрзац Миры. То есть он в самом начале говорит про сложности, которые возникают с понятиями модальности, что, дескать, то, что предлагает Льюис, это слишком, в общем, раздутая антология, а те решения, которые предлагает, например, Ставнакер, они не удовлетворяют каким-то другим целям. Льюис говорит, что теория Ставнакера – это Эрзац теории, и они его не удовлетворяют. Какие претензии у Кикока к Эрзац теории? Как он пишет, что одна из иллюстраций нарушений принципа модального экстенсионала, она подтверждает утверждение о том, что ни одно допустимое приписывание, оно никогда не будет считывать как что-либо истинное, вот форму «а холостяк» и «а составит браки» как что-то истинное. Никакая спецификация, которая соответствует допустимому приписыванию, оно не будет считывать такие мысли или соответствующие им пропозиции в качестве истинных. И здесь Никак ставит себя в оппозицию Льюису, говорит, что серьезное возражение против того, что Льюис называет Эрзац возможными мирами. Ну, возможными мирами, которые не являются вещами такого же рода, что и актуальный мир. Пропозиции, максимально непротиворечивая множество формул и так далее. Потому что у Льюиса же это такие же миры, как актуальные. И если у нас есть какой-то Эрзац-теоретик, то он пытается объяснить вот эти Эрзац-миры в терминах, ну, например, логически непротиворечиво множество пропозиций. Но это классифицировало бы факты модальности, которые якобы дают эти самые непротиворечивые Эрзац-миры, согласно которым у нас существуют какие-то нежнатые холостяки, но при этом состоящие в браке, числа, у которых больше одного последователя и вот другие подобные штуки, которые являются невозможными. Однако, когда мы используем множество предложений, которые являются непротиворечивыми, это не является единственным способом разработки, трактовки модальности с Эрзац-мирами. Миры, о которых говорит Пикок, это, ну, в классификации Эрзац-миры, потому что это не что иное, как множество мыслей или пропозиций. Но, тем не менее, сам подход, он не обязательно является редукционистским по отношению к модальности, потому что основная часть принципа модального экстенсионала, она исключает существование возможных миров, в которых есть женатые холостяки. Но, применяя одно и то же правило, которое определяет какой-то актуальный экстенсионал в духе, там, а является холостяком, и а состоит в браке, не будет считываться как истинное. То есть, можно удовлетворить часть возражений Эльюиса против Эрзац-возвожных миров, если мы принимаем принцип модального экстенсионала, потому что теория, которая включает в себя Эрзац-миры, она на самом деле может и должна выходить за рамки логической необходимости в любом строгом или узком смысле, которое имеет отношение к нашей логической лексике. И в более общем плане нужно сделать вывод, что описание того, как другие меры возможны, оно должно основываться на информации о том, как понятие приходит к своим семантическим значениям в актуальном мире. И как раз основная часть принципа модального экстенсионала это артикуляция, как говорит Пиках, широко распространенной интуиции, что мы не должны, когда у нас речь идет о фундаментальном каком-то философском объяснении, рассматривать на примере понятие х-частлив, которое является одноместным, как просто частный случай двуместного, ну какого-то двуместного, более релатизированного понятия, что там частлив в каком-то возможном мире. Двуместный релатизированный предикат, он не является предшествующим, то есть там не возникает какой-то редукции. Он говорит наоборот, что скорее какие-то такие понятия, которые релатизированы относительно мира, они имеют общее отношение к нерелатизированным версиям. И существует какое-то общее правило, которое говорит, что экстенсионал двухместного, х-частлив в возможном мире, он фиксируется в правиле, который определяет фактически экстенсионал, х-частлив. И основная часть принципа модального экстенсионала, это как раз и есть такое общее правило. Например, является ли значение нерелатизированных предикатов абсолютно априорным, должно ли оно частично зависеть от решения метафизического вопроса об актуальном мире, вопрос о том, задуман ли он полностью немодальным или каким-то частично модальным образом. И основная часть, она исключает гипотезу о том, что понимание вот таких концепций, релатизированных к миру, оно предшествует к нерелатизированным версиям. Там возникает скорее обратная связь. Дальше Пикок анализирует понятия, например, у Хинтики, у Карнапа. Это все довольно интересно, но я тоже на этом останавливаться не буду. Хотя это помогает прояснить то, как теория Пикока, она встает в оппозицию не только теории Льюис, но и пониманием, например, Карнапа и Хинтики. И дальше он говорит о том, что являются ли у нас все приорные истины метафизическими необходимыми. Нужно ли нам как-то разводить априорность, необходимость и аналитичность? Ну, предположим, что все множество принципов возможностей обеспечивает существование возможного мира. Вот подлинно возможные спецификации, при которых у нас какая-то пропозиция П, не является истинной. И предположим также, что актуально и в равной степени понятие, которое оно выражает. Оно связано с жесткостью. Например, если актуально П, то П. Такая штука, она априорная. Но, исходя из второй части принципа модального экстенсионала, она не является необходимым. Далее он приводит, ну, помимо понятия жесткости, которые вводятся у Крипки, он так или иначе протаскивает то, что пишет Капо, чтобы посмотреть, как его принцип модального экстенсионала работает с какими-то парадигматическими примерами, которые появляются как, в общем, в обменовании необходимости Крипки, так и в демонстративах Капо. И вот канонический пример – это «я здесь сейчас». И вообще мысль о том, что я нахожусь здесь сейчас, она по пику и по априорному, но не является необходимой, потому что вот тот аппарат, который мы ввели, он этот результат обеспечивает, учитывая, что сейчас, здесь, я – это, да и юр, жесткие понятия. Но, учитывая вторую часть принципа модального экстенсионала, у нас существует какой-то мир, в котором мы сейчас находимся, где-то в другом мысли, в другой какой-то степени, в другом месте, в другое время. И вот поэтому у нас мысль «я здесь сейчас», она является ложной по отношению к какой-то действительно возможной спецификации. Я, честно говоря, не понимаю, вот заранее оговариваю, что я не понимаю, как принципы спецификации, как принцип модального экстенсионала делает мысль «я здесь сейчас», ну, «я необходимый», в смысле, какие там будут условия провожения. Поэтому вот я бы еще вернулся или на этом этапе спросил, у вас поняли ли в этот заход Пикака, почему эта штука априорная, но не метафизически необходимая. Я, в принципе, готов согласиться с самим тезисом, но почему-то этот пример, мне кажется, в общем, я не считываю его как контрпример. Есть ли, ну, может ли мне кто-то помочь это дело, прояснить? У меня есть предположение, не знаю, насколько оно уместно в данном случае. Дело в том, что то, что является логически необходимым в семантике возможных миров, не обязательно эпистемически необходимым. Может, это имеется в виду. Ну, историки что-то наврали, допустим, об Аристотеле, и это вполне может быть эпистемически. В плане, когда мы говорим, что там, тогда мы используем дискрипцию Аристотеля как ученика Платона, или вот что-то в таком духе, типа мы говорим, что необходимо что, Аристотель является учеником Платона. Ну, да, логически не необходимо, да. А историки нам наврали, эпистемически это не является необходимым. Да, но в случае с такими историческими описаниями вроде все, ну, еще может быть понятно. Именно поэтому я говорю, что как бы сам вот тезис, что не все априорные истики методически необходимы. Я, в принципе, с ним могу согласиться, но вот на примере демонстративов я не понимаю, какие у нас могут быть у своего фальсификации выражения «я здесь сейчас». Может, у меня просто какие-то очень сильные интуиции касательно этого дела, я как бы не могу их из себя выковырять, но факт такой. Ну, если... Да, я тоже не могу сразу сказать. Мне кажется, что тут можно просто на уровне лингвистической интуиции попытаться оценить предложение «меня могло бы не быть здесь сейчас». Понятно, что в этом предложении нет ничего, что бы делало его логически противоречивым. И даже интуитивно, ну вот по крайней мере у меня, оно оценивается как истинное. Меня действительно могло бы и не быть здесь сейчас. И это совершенно независимый факт от того факта, что когда бы я не произнесла предложение «я здесь сейчас» или даже не подумала его, оно всегда окажется истинным. То есть, по-моему, тут нет никаких особенных проблем. Просто это не условия фальсификации этого предложения в этом мире, где оно сказано. Это условия его фальсификации где-то в каком-то другом мире оценки. Ну вот еще одна возможность. «Я здесь сейчас» задает все жесткие диссигнаторы. Да, в том-то и прикол, что все эти жесткие диссигнаторы задаются относительно актуального мира. Но когда мы переходим в другой мир, те же самые, значит, тот же самый индивид, то же самое место и то же самое время, они могут, будучи подставлены в это предложение, уже не давать нам истинную пропозицию, потому что этот индивид в этом месте в то время, в это время, в том мире может и не быть. Да, это, в общем, уже больше вяжется с тем, как это можно понимать. Кстати, вот такой вот любопытный вопрос. А были ли какие-то работы, которые, в принципе, оспаривали жесткость понятий «Я здесь сейчас»? Что-то такого рода демонстративы, в общем, не жесткие диссигнаторы. Просто, если еще и такое есть, оно как-то аргументируется. Вот если брать термины естественных видов, то они как-то отвязаны вроде бы. Они, хотя и жесткие диссигнаторы, но они отвязаны как-то от «Я здесь сейчас». Не могу сказать, как. Хорошо. Ну, ладно, спасибо за прояснение. У Оли же как раз там по поводу «Я» много разного есть рассказать. А вообще, ну, вот мне доводилось встречать людей, которые, по крайней мере, устно говорят, что они не верят в то, что бывает какое-то прямое знакомство с чем-либо. И поэтому, несмотря на то, что в языке, может быть, «Я» – это и жесткий диссигнатор, но, скажем так, никакого фактического механизма, который бы обеспечивал ему прямую референцию, вроде как в действительности нет. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Окей. Любопытно. Спасибо. Блин. Извиняюсь, здесь, понятное дело, вместо frame title должно было стоять название параграфа. Ну, давайте вы закройте на это глаза. Это пересказ следующего параграфа, где Пикок формулирует другие принципы возможностей и условия истинности модальных подтверждений. Это то, что он называет конституитивные принципы. Он говорит, что эти штуки на самом деле являются читателю знакомыми куда больше, чем принцип модального экстенционала. Я, скорее всего, согласиться с этим. Потому что интуитивно каждый конституитивный принцип он говорит о том, что у нас приписывание допустимо только в том случае, если оно удовлетворяет тому, что является основной частью объекта в свойствах отношений, которые он упоминает. Ну, учитывая ту связь между допустимостью и возможностью, которую он выстраивал до этого, он говорит, что это влечет, что спецификация является возможной в том и только в том случае, если она учитывает то, что является основной частью объектов в свойствах отношений. Ну, грубо говоря, один из таких принципов, он касается какого-то, то, что называется, в общем, видовой сущности. Грубо говоря, у нас есть видовая сущность, вида человек, какой-то вот конкретный человек, и у нас есть, например, Юрк, как видовая сущность какого-то города. Он говорит, что понятие фундаментального вида объекта, это является тем понятием, которое, не помню, кто уж там был, но, в общем, он говорил, что это какая-то особая сортировка, под которую объект попадает. И правдоподобный конституитивный принцип, он, в общем, должен выглядеть таким образом, если у нас появляется свойство, которое является фундаментальным видом объекта Х, то приписывание недопустимо, если оно считывает пропозицию Х в качестве ложной. Как это понимать, и почему это вообще может быть полезно? Ну, это может быть полезно, если мы допустим, что приписывания, они не обязательно являются полными. Там я не буду пролистывать, упоминал все принципы полноты для приписываний. И принцип требует, чтобы если приписывание провозглашает какое-то истинностное значение пропозиции Х есть П, то оно должно считывать его как истинное. Свойства, вот, в конституитивных принципах упоминаются свойства, и свойства, они необходимы именно для правильной формировки самого принципа. Но они не являются способом представления для фундаментального вида. Вот фундаментальный вид, это что-то вроде, что-то на уровне референции, а не самих мыслей. Потому что это не семантическое значение в смысле фреги, то есть это не функция от объектов к истинностным значениям. Предполагается, Пиквик предполагает, что сущность объекта, оно вносит вклад метафизическое, но никак не эпистемиологическое объяснение того, что этот объект индивидуирует. Если мы в этом преуспеваем, то сущность не может быть чем-то, что чья индивидуация включает в себя сам объект, как это делает, например, в общем, фрегевская функция. И то же самое относится к множеству. Один из конститутивных принципов также будет звучать, что присвоение недопустимо, если оно считает какую-то пропозицию, там а существует истинно, и при этом считает пропозицию а развивается из b и c вложной кобычей. Не хватает, опять извиняюсь. Вот. Ну, он на самом деле говорит, что вот это вот через b и c, оно может просто выражаться через соответствующие отношения, а не какие-то конкретные объекты. Ну, он там говорит, что это можно посмотреть на примере человека, что вот у нас есть какой-то человек, и его конституирует факт его зачатия. Сперматозоид – это яйцеклетка, из которой этот человек развивается. Такая вот всего рода аналогия. И, конечно, Пико говорит, что можно сказать, что очень много можно говорить о том, а почему эти конститутивные принципы истинные, и, ну, в общем, почему, да. Но он говорит о том, что его на самом деле не беспокоит о том, какие конкретные конститутивные принципы истины. Нужно просто отметить существование такого рода множества принципов возможностей. И то, что они, в принципе, есть, это способствует нашему пониманию возможностей, подлинной возможности. И для дальнейших метафизических исследований вопрос о том, следует ли, например, включать число конститутивных свойств цветов, то, что цвета, в общем, ну, там, по параду не совпадают, грубо говоря, это как бы вроде интересно, но не очень-то и нужно. Некоторые вообще конститутивные свойства, объектов, они значимы даже вне сферы модального. Ну, например, когда мы говорим про видовые сущности. Поскольку, вообще говоря, не очевидно, что конститутивные, принципы конститутивности, они должны объясняться в терминах модального. Это все еще применение понятий видовой сущности, которые не являются фундаментально модальными. Хотя модальные следствия из него, конечно, будут. Но, видимо, в само понятие они не зашиты. Мы можем их ввести, и это будет удобно и полезно, но, как таковых, их там, в общем, нет. Наоборот, конечно, очень трудно рассматривать это дело вне сферы модального. Ну, вот он считает, что как раз это, в общем, не баг, это твич того, что фундаментальная роль истины в какой-то индивидуальной сущности объекта, она заключается в ограничении того, какие подлинно возможные положения дел являются теми, в которых объект существует. Ну, грубо говоря, если истины об индивидуальной сущности играют какую-то роль, ну, в общем, за пределами того, что о них говорится, тут можно возразить, что типа это же вообще угрожает всему проекту. Ну, у нас опять, видимо, возникает какой-то порочный круг в объяснении принципа возможности. Ну, грубо говоря, одно дело пытаться прояснить наше понимание модальности, указав условия, необходимые для того, чтобы спецификация была возможной, а другое дело, если эти условия используют понятие возможности явно и нелиньявно. Понятное дело, что если это так, то у нас опять может быть порочный круг. Это, конечно, может показаться правдоподобным возражением, но было бы ошибкой по опивку предполагать, что пункты вот эти заявления о сущности конститутивных принципов, они сами по себе используют какое-то понятие подлинной возможности, к которому он как раз приходит посредством формируемых этих принципов. Они на самом деле этого не делают, и никакой цикличности нет, потому что конститутивный принцип, который подразумевается утверждением условий истинности какой-то индивидуальной сущности конкретного объекта, оно просто будет сводиться к какой-то дополнительной аксиомии, которая ставится условия о том, что должно иметь место для того, чтобы любое данное приписывание было допустимым. Там он дальше уходит в занятый формализм, который касается его книжки исследования понятий, но я тоже это опущу, потому что тогда мне придется много говорить про исследование понятий. так что в этом месте может возникнуть какое-то недопонимание, но постольку поскольку. Даже если мы все сделаем по-хорошему, все по-хорошему проясним, можно еще некое возражение выдвинуть, что у нас есть цикличность, она будет появляться, если мы попытаемся указать какой-то общий класс ограничений, которые должны быть включены и в ограничение на допустимое приписывание, если индивидуальная сущность должна быть объяснена с точки зрения ее связи с какими-то модальностями. Ясль это возражение рабочим, это зависит от того, сможем ли мы понять, что является конститутивным для конкретного объекта независимости от модальности. Вот как считает Пикок, есть какая-то правдоподобность в идее о том, что конститутивные вопросы, они предшествуют фиксации того, относительно какого объекта мы сам вопрос задаем. И даже если это не является совсем уж продоводовым объяснением, то даже если окажется, что понятие конститутивного, которое объяснительно предшествует модальному, не может быть им поддержано, у нас все еще может существовать такой спасательный круг в характеристике класса конститутивных принципов. Ну, грубо говоря, что у нас существует какая-то предсупозиция, которую пришлось бы принять, если бы необходимость происхождения понятия, о котором мы идем речь, мы уже отвергаем. То есть, у нас есть еще один вариант, который можно было бы исследовать в качестве такого спасательного круга при характеристике класса конститутивных принципов. Он заключается в том, что они являются принципами, которые могут быть оправданно защищены каким-то определенным образом. И это все имеет значение в том, что конститутивные принципы, они включены в ограничение на допустимость приписывания, потому что ведь все принципы возможностей, что конститутивные принципы, что принципы дальнего экстенсионала это все условия допустимости или недопустимости какого-то приписывания. Итак, у нас есть два вида принципов. Это конститутивные и принцип модального экстенсионала. Понятно, что они на самом деле имеют довольно разные предметы рассмотрения, но они связаны друг с другом непроизвольно. Как принцип модального экстенсионала, так и конституативные принципы, они требуют того, чтобы то, что подлинной возможности соответствует, оно удовлетворяло тому, что делает что-то тем, чем оно является, будь то не знаю, объект, свойство или отношение. И если у нас есть какая-либо правдоподобная теория понятий, то тождество понятий, оно зависит от правил, которые определяют семантическое значение в реальном мире. Принцип модального экстенсионала, он требует, чтобы то, что связано с этой идентичностью, она сохранялась определенным образом в возможных мирах. И получается, что принцип модального экстенсионала, он выявляет последствия того, что у нас есть какая-то индивидуация понятия о том, что действительно возможно. А конституитивные принципы для объектов свойства отношений, они выявляют последствия того, что является индивидуирующим для этих самых объектов свойства отношений. Третий вид принципа возможности – это принцип полноты. И в рамках принципа полноты Пикок предлагает, что он имеет последствия для принципа рекомбинации Дэйвда Льюиса. В этом плане принцип полноты – это принцип второго порядка, потому что в отличие от вышеупременных принципов возможности, он ссылается на другие принципы возможности. Если все предыдущие принципы – это какие-то условия приемлемости, которые являлись необходимыми условиями, то принцип полноты второпорядковый формулирует достаточные условия приемлемости. Вот в чем состоит принцип ограниченной рекомбинации? У нас приписывание допустимо, если оно удовлетворяет основному множеству условий допустимости. Все виды рекомбинации свойств отношений между индивидами допускаются как возможности, если они удовлетворяют вот всему предыдущему множеству принципов возможности. До этого мы все время говорили, что спецификация действительно возможна, если у нас есть какое-то допустимое приписывание, которое считывает все его элементы как истинные. Принцип полноты подразумевает, что спецификация является возможной, если и только если она соответствует какому-то приписыванию, которые удовлетворяют множество ограничений на допустимость, которые вот были сформированы выше. И если бы мы говорили про вот это вот удовлетворять респект как что-то вот что участвует в принципе ограниченной рекомбинации как синоним метафизически согласующийся с, то у нас бы опять возникал на своего рода порочный круг. Но мы не это имеем ввиду. Принцип модального экстенсионала и конститутивные принципы, они как уже я сказал, они устанавливают необходимые условия для того, чтобы спецификация была возможна. Принцип рекомбинации говорит, что соответствие этим принципам, если они действительно исчерпывают принцип возможности, оно достаточно для того, чтобы сама спецификация была возможна. То есть все, что включает в себя спецификация, удовлетворяющая принципы возможности, это просто соответствие тем условиям, которые устанавливаются. И при объяснении того, что в этом участвовать, все, что является задействованным, это просто понятие совместного удовлетворения всех этих условий. Понятно, что можно последовать какому-то другому подходу, можно ввести там какие-то канонические описания, спецификации и поставить вопрос о том, является ли при некотором отношении следствий, следствием принципа возможности сама, ну, какая-то спецификация, которая описывается невозможным образом. Можно было бы предположить, что спецификация возможна, если ее невозможность таким следствием не является. Но такой подход, он берет пропозиции и мысли, которые являются истинными в соответствии спецификации, а потом рассматривает отношения следствия, в которых эти предложения и мысли находятся. Но Кикок считает, что это, конечно, может сработать, но это как-то очень окольно по сравнению с тем подходом, который просто рассматривается соответствует спецификации принципа возможности. То есть это какое-то усложнение, которое на самом-то деле не требуется. И вот спустя все эти многочисленные возражения, спустя формировки условий, необходимых и достаточных для допустимых приписываний, он наконец-то формулирует условия истинности стандартных модальных операторов. Вот представлены они и здесь, что мысль или пропозиция возможна, если она истинна в соответствии с некоторым допустимым приписыванием. И почему я написал назначение. В общем, да, что-то извиняюсь за свою презентацию. Конечно, во втором пункте тоже будет приписывание. Видимо, я просто смешал технологию, потому что я отдельно спрашивал, как по-хорошему, в общем, это понятие переводить. В итоге условия истинности, они предполагают соответствующее объяснение понимания. Ты, как каждый раз, когда говорит подлинная возможность, он говорит, что нам нужны какие-то условия понимания. Вот условия понимания то, что в проблему интеграции включаются. И объяснение, вот вышепредставленное, оно утверждает, что когда мы оцениваем модальные утверждения в нашем обычном мышлении и рассуждениях, мы на самом деле опираемся на какое-то неявное понимание совокупности информации, которые залагаются в принципах возможностей, которые включают в себя характеристики возможностей и необходимостей. и понять какие-то метафизические модальности, это значит иметь какое-то знание вышеуказанных принципов возможностей, опираться на эти знания, когда мы оцениваем модальные пропозиции или мысли. И он говорит, что вот эту концепцию он называет принципиальной концепцией. Важный момент в принципе модального экстенсионала заключается в том, что он работает рекурсивно, что еще остается дополнительно прояснить, потому что все мы знаем, что у нас могут быть вложенные модальности. Необходимо, что возможно, что. В общем, у нас просто может идти несколько модальных операторов. Ну и понятно, что возможно нас, конечно, поустроило теория, в которой не объяснялись бы итерированной модальности. Но все-таки хочется, чтобы это было, потому что на самом деле это очень часто встречающиеся. Он говорит, что да, принцип адального экстенсионала он позволяет этому условию удовлетворять. Он является самоприменимым и он применим к понятию, которое он сам помогает определять. То есть он вместе с принципами возможностей устанавливает правила для определения фактического экстенсионала допустимого понятия. И потом применяется допустимая концепция. И у этого есть два принципиальных момента. Во-первых, принцип адального экстенсионала, он позволяет рассматривать условия истинности пропозиций и мыслей, содержащих итерированной модальности. Вот о чем я и говорил. А сама операция требует от нас рассмотрения того, что является допустимым. И это в общем будет иметь дальнейшее значение, когда он говорит, а какая же все-таки аксиматическая система подходит для наших понятий необходимости и возможности. То есть да, у нас должно быть какое-то до логическое понимание, которое мы здесь и выстраиваем. Но конкретную систему он предлагает и заимствует. Я к этому в следующий раз вернусь. Во-вторых, рекурсивное применение принципа модального экстенсионала на самом деле имеет решающее значение для решения дилеммы структурного характера, которая возникает для концепции, которая основывается на принципах и вообще любой аналогичной концепции общего рода. И вот эта принципиальная концепция, она дает характеристику необходимости вида просто условий, которые описывались выше. Ну, то есть мы в любом случае будем требовать необходимости какой-либо такой характеристики. Если мы хотим должным образом объяснить условия истинности всех этих модальностей, которые друг в друга вложены. Но с другой стороны, если мы просто добавляем концепции, которая основывается на вышеупременных принципах и подтверждения о том, что ее характеристика необходимости сама по себе является необходимой, то не является ли это использованием необходимости, которая сама не объясняется с принципа возможности? Не возникает ли у нас здесь какой-либо провал объяснения? Ну, вообще, нет, не возникает. Более того, рекурсивное применение принципа модального экстенсионала эту проблему как раз-таки и решает. Потому что структурно способ решения проблем он в том, чтобы показать, что необходимость предлагаемой здесь характеристики, она вытекает из немодальности этого экстенсионала в соответствии собственной характеристики модальности принципальной концепции. А это может быть сделано путем рекурсивного применения принципа модального экстенсионала. И приведенная выше характеристика необходимости, она это правило дает. Правило, которое определяет фактический экстенсионал слово необходимо, то есть пропозиции мысли, которым оно может быть действительно представлено. И в этом правиле используется понятие приемлемости, допустимости, которое ограничено формулировкой принципа модального экстенсионала. Правило определения фактического экстенсионала особо необходимо, оно может быть принято в качестве одного из эффектов применения правила принципа модального экстенсионала. И когда это делается именно таким образом, мы видим, что из принципа модального экстенсионала следует, что вообще при любом допустимом приписывании семантическое значение, оно с необходимостью будет включать именно те предложения или мысли, которые истинны при всех приписываниях, которые допустимы в соответствии с этим самым приписыванием. Выходит, что согласно любому допустимому приписыванию, приведенная характеристика, она в итоге остается такой, какой мы ее представили выше. Но именно то, что необходимо для того, чтобы это было необходимо в соответствии с концепцией, основанной на принципах, и обеспечивать живыми результатами, потому что концепция, которая основывается на принципах, она вот не возникает такого рода провалов в объяснении, потому что рекурсивность, она просто последовательно эти штуки раскрывает. Более того, он говорит, что вообще рекурсивность, принцип модального экстенсионала, это не просто какой-то трюк, который лишен какой-то интуитивного основания. Ну, потому что, как бы, да, сами условия того, что мы формулируем условия истинности для модальности, они говорят вроде нам о том, что, ну да, нам нужно, чтобы у нас и вложенные модальности как-то раскрывались семантически. Но у этого есть еще интуитивная подоплека. У нас, как говорит Пикок, есть какие-то сильные дотеоретические интуиции, которые подтверждают утверждение, которое подразумевается таким самоприменением, что вообще сам принцип сам по себе необходим. Трудно представить, ну, какую-либо просто случайную особенность актуального мира, от которой зависит истинность принципа модального экстенсионала. Вообще, семантическое значение, оно ведь не фиксируется путем применения того же правила, которое при применении к актуальному миру дает его семантическое значение. У нас не может быть никакого адекватного ответа на обвинение в том, что мы потеряли связь, ну, потеряли связь между объяснением возможности и принципом возможности для самопонятия. И вот как раз эта часть интуитивного дотеоретического рассуждения поддержку необходимости принципа модального экстенсионала, потому что, на самом-то деле, если мы представим, что его нет, это такие штуки будут просто несоответствующими нашей дотеоретической интуиции. Концепция, которую Пикок предлагает, это концепция актуалистическая, нередуцированное понятие просто какого-то возможного объекта, оно не объясняется в терминах предиката возможности, которые применим к нашим спецификациям, которые представляют из себя множество мыслей или пропозиции, которые построены из фактических свойств и отношений объекта, на которых накладываются институтивные принципы. Понятно, что актуалист, он не стремится поддерживать только какие-то теоретико-модельные теории, в которых область каждого возможного мира – это подножество области актуального мира. Это повлекло бы за собой обязательство одобрить интуитивно-инвалидную форму Баркана. Я, опять-таки, он это не оговорит, я не понимаю, почему форма Баркан является, в общем, интуитивно-инвалидной. Ну, если вы понимаете, в чем претензии к Пико как в формуле Баркан, то, в общем, я хочу вас спросить, почему она интуитивно-инвалидная? Ну, мне кажется, интуитивно-инвалидной он ее называет, потому что формула Баркан, ну, вот обычная формула Баркана и обратная формула Баркана, они предполагают, что… одна из них предполагает, что домен не растет, не увеличивается, а другая, что домен не уменьшается. Ну, интуитивно мы думаем, что в каком-то возможном мире может чего-то не быть. Например, в этом возможном мире я есть, а в другом возможном мире я, может, не родился. Вот, а формула Баркан предполагает, что во всех возможных мирах объекты должны присутствовать, то есть домен одинаковый. Ладно, допустим, я согласен. Вообще, Пикак говорит, что актуалист может признать возможность объектов, которых, в общем, на самом деле нет, при условии, что они построены из каких-то составляющих актуального мира. Но он говорит, что, в общем, не хочет подробно раскрывать эту реалистическую программу, и просто говорит, что обязательства и проблемы, с которыми актуалистическая концепция, любая актуалистическая концепция сталкивается, она, в общем, в равной степени сталкивается и с концепцией, которую он сам формулирует, то есть она также уязвима к тем возражениям, которые он здесь не рассматривает. Ну, а концепция, которая основывается на принципах конститутивности и принципах модального экскенсионала, это часть попытки решить проблему интеграции в одном из тех шести вариантов, которые он в самой первой, получается, главе, он наговаривал, что это вариант переосмысления метафизики, рассматриваем области. Там же было несколько способов это решать. Можно стоять на консервативных ответах, это пересмотр метафизики, кто-то там говорил, что именно так решается проблема метафизической необходимости. Вот так, взяли, ввели отдельные принципы, ввели эти самые приписывания, а метафизика у нас не льюисовская, но все еще актуалистская. Есть пересмотр эпистемологии и есть пересмотр отношений между эпистемологией и метафизикой. Последнее, это как раз именно так решается у нас проблема интеграции для прошлого. А есть ревизионистки, это, например, сжатие условий истинности, при котором мы просто говорим, что условия истинности удовлетворят меньшее число предложений, и замена неустранимых условий истинности на роль в действиях и мышлениях. Вот в такой опции у нас значение эпистемологическая ценность рассматривших утверждений, они объясняются с точки зрения некоторой предпочтительной роли в мышлениях или действиях. И скептицизм, что вообще ничего содержательного получить не можем, и какая-то вот такая дефляционистская опция, что типа на самом деле это иллюзия, что это в принципе является совместимым. Это не так. И он понимает, что, конечно, его... Потому что проблемы интеграции, они существовали и до этого, и он там привозит многочисленные примеры, как с проблем Бенасарафа, с Гильбертом о бесконечностью, с чизмом и каузальностью. Он говорит, давайте мы попробуем посмотреть на другое решение проблем интеграции, какое-то более, ну, в общем, ревизионистское. Потому что это то решение для проблемы необходимости, которое он предполагает. Это, как я уже сказал, миссервативное решение. Давайте посмотрим, он говорит, какое-то ревизионистское. Ну, например, модальный фикционализм. Это, несомненно, будет ревизионистской теорией. Он ссылается на одноименную статью Гедона Розена и говорит, что модальные фикционалисты, они рассматривают разговоры, все разговоры о возможных мирах, как какого-то рода фикцию. И в развитии, вот в представлении Розена, модальный фикционалист, он действует таким образом. Пусть у нас есть какая-то формировка модальной, в общем, реалистической теории возможных миров. Ну, подобно той, которую Льюис, например, приводит. И для любого какого-то модального предложения, пусть у нас есть какой-то перевод в немодальное предложение соответствующего языка. И в трактовке Розена модальный фикционалист, он просто утверждает в случае схемы перевода. Такое решение, которое... Такое даже не решение, а условие, которое вводится на использование переводов для модального реалиста в объяснении значений модальных предложений, оно кажется более легким, если можем дать какое-то адекватное представление о понимании условий истинности и эпистемологии модальности, используя принципы возможностей и разорваться возможной мирой, которую он сам же вводит. Но он говорит, что хочет рассмотреть тот ответ, который Розен в статье предлагает, как ответ на обвинение, которое всякий раз модальным фикционалистом предъявляется, заключающийся в том, что против модального фикционалиста нельзя сказать, что такого особенного в теории, в реалистической теории возможных миров, которая упоминается в схеме, которую модальный фикционалист утверждает. Поскольку фикционалист не считает вообще реалистические теории возможных миров истинными, почему мы должны быть особенно заинтересованы в том, что следует именно из нее, а не из какой-то другой теории? Розен рассматривает потенциально плодотворный ответ о том, что реалистические теории возможных миров, они получают свой авторитет из явной формировки наших собственных привычек. На это можно, в общем, два комментария можно выдвинуть. Во-первых, не ясно, почему вообще теоретические привычки, они не одинаково хорошо улавливаются принципами возможностей, которые ты предлагаешь. Потому что трудно найти в наших каких-то до теоретических фантазиях что-либо, что предполагало бы, что мы имеем, возможно, дело с чем-то другим, и идем дальше, используем концепцию множества конкретных миров Льюиса. А второй комментарий в том, что возникает вопрос о связи между точной формировкой процедур, которые мы следуем в наших до теоретических интуициях, когда думаем о возможностях и правильностях этих процедур. Тот вариант решения, которое предлагает Пикок, он говорит, что вообще здесь немедленная связь, потому что принципы возможностей. Можно сказать, что в руководстве нашими какими-то привычками, фантазиями используются, ну, в общем, те же самые принципы, которые способствуют определению значений истинности модальных предложений, но при этом довольно специфическим образом. Грубо говоря, пропозиция, которая содержит модальность, она истинна в том и только в том случае, если она соответствует принципу возможностей, который Пикок сформулировал выше. Конечно, фикционалист может нам ответить, что процедуры, которые используются, они правильны, потому что принцип полноты это один из принципов теории, реалистической теории, например, в духе Дэвида Льюиса. Но этот ответ, он на самом деле открывает вопрос, а не отвечает на вопрос о том, почему именно реалистическая концепция, а не какая-то другая для нас важная. Потому что, когда мы отвечаем, мы обращаемся к этой самой концепции, а не предоставляем какой-то источник для того, чтобы сказать, что вот эта реалистическая концепция, она достаточно авторитетна для нас. И обвинение модальных фикционалистов в такого рода, видимо, непонимании того, почему реалистические концепции, а не вот это авторитетом, он на самом деле заключается в том, что сама проблема не специфична для выбора то ли иной реалистической метафизики. Если бы у нас возникла бы какая-то другая теория, которая, в общем, фикционалист поставил на то место, которое в рассказе Розенна занимает разговор о возможных мирах Юиса, это все выглядит так, как будто бы только на основании какой-то мы, ну, в общем, более радикальной теории можем это срублировать, согласно которой модальные предложения истины благодаря каким-то нашим вот... чему-то, что зависит конкретно от нас самих, а не от каких-то положений дел. Но вообще какая связь между концепцией, которая основана на принципах, и тем, что вот иногда модализмом называется? Потому что ведь модализм, он... у него есть разные неэквивалентные характеристики, но одна из центральных идей она в том, что у нас есть некоторое понимание понятий возможностей и необходимостей, которые действительно предшествуют любому пониманию возможных миров. Вот на первый взгляд кажется, что концепция, которая основывается на принципах, которые Пикок предлагает, с использованием характеристик необходимости и возможности, она кажется вроде несовместимой с модализмом. Потому что явное задание характеристик, как говорят, оно частично объясняет понимание. А характеристики они объясняют модальность упоминать спецификации, которые являются возможными. Но разве эти подлинно возможные спецификации во всех смыслах и целях, разве это невозможные миры? Ну, это невозможные миры. Ну, это невозможные миры модального реалиста в стиле Льюиса, но это, как уже говорилось, это ирзац миры. И такое утверждение совместимости, это просто следствие, видимо, поверхностного непонимания, чем отличаются ирзац теории от модального реализма Льюиса. Потому что центральная мотивация модализма, это идея в том, что у нас существуют какие-то ограничения, включая возможность и необходимость, которая определяет, какие миры возможны. Возможность мира, она как раз зависит от удовлетворения этих самых ограничений. А принципы возможностей, которые были изложены выше, это как раз и есть такие ограничения. Это то, что нужно, чтобы сделать конкретной одну центральную идею модализма. Получается, что мы должны отличать, что мы вообще можем называть модализмом ограничений и антологическим модализмом. Модализм ограничений – это доктрин о том, что у нас есть какие-то ограничения, которые связаны с понятием возможностей, которые объяснительно предшествуют тому, возможны ли мир или нет. Сторонник вот этого самого модализма ограничений, он может последовательно количество оценивать возможные миры, вот не типа Льюиса, а вот Эрзац миры, и использовать такую количественную оценку в объяснении модального дискурса. Если возможные миры, которые он так использует, воспринимаются как производное удовлетворение различных ограничений, которые связаны с понятием возможностей. Антологический модалист, он наоборот, будет говорить, что возможные миры вообще не играют никакой роли в выяснении и понимании модального дискурса. Он всегда будет на том, что понятие необходимо, никогда не следует понимать на семантическом уровне, как квантер. Сама суть представленной концепции, основанной на принципах, она противоречит антологическому модализму, потому что мы количественно оценили миры в некотором вроде говоря, действительно возможных спецификациях. Но сама форма этих формировок, ее можно в общем спокойно изменить, потому что если бы мы убедились, что по тем или иным причинам, что антологический модализм вполне себе истинная штука, то мы бы просто могли адаптировать основные идеи, которые выше выдвигались, просто в соответствии с антологическим модализмом. Например, если мы оцениваем, являются ли два предложения, в общем, их можно друг с другом скомпоновать, мы должны спросить, являются ли они оба истинными только в тех обстоятельствах, когда семантическое значение некоторого понятия не зафиксировано так, как оно зафиксировано на самом деле. Короче говоря, мы могли бы поддерживать основные идеи и концепции, которые основаны на принципах вообще количества, номеры, не оценивая, в смысле не квантифицируя по ним. Не говоря каждый раз, что вот у нас необходимость это то-то на уровне семантики. Не считывая их каждый раз, когда мы считываем истинно ту или иную пропозицию. там, как он говорит, что были разные попытки решения, в том плане, что антологический модализм это штука, как кажется, противоречащая самой концепции, но на самом-то деле в общем перпендикулярно основным утверждением того, что Пик выстраивает. Но тем не менее он сам думает, что как только у нас есть отчет о подлинном понимании возможности, было бы трудно возражать против возможных миров, установленных теоретически и с использованием, основанных на принципах подлинной концепции возможности. Вообще для любого какого-то предметного отчета о понимании вопросы обоснованности и полноты понятное дело будут возникать. И под обоснованностью, которая применяется в какой-то трактовке модальности, в данной трактовке модальности, это просто оно заключается в том, что каждая пропозиция или мысль, которые являются действительно возможными истинно в соответствии с некоторым допустимым приписыванием. Это представляет себе как достаточно правдоподобным, если мы изучим принципы возможности все совокупности. И он говорит, что мы также должны стремиться к полноте, что любая пропозиция или мысль, которая является действительно возможной, истинно в соответствии с некоторым допустимым приписыванием. И на данный момент он просто говорит, что это важное обстоятельство такого рода подхода. И это будет иметь решающее значение в следующем отделе, который в общем я поставлю в следующий раз вместе с оговорками и вместе с конкретной логической аксиоматикой, которую он предлагает. Ну, это там в аппендиксе в общем дается. А пока на сегодня в общем все. Мы остановились где-то на середине 4,4. Я в следующий раз надеюсь это дело уже закончить, потому что все. Основные принципы, которые нужны были для формулировки вот этих двух вещей, они наконец-то сделаны. Мы эти штуки сформулировали, посмотрели на возможные возражения и дальше посмотрим на как это можно, как это продолжает и какую же конкретную систему тематическую он предлагает, которая является своего точки зрения удовлетворительной системой. На сегодня видимо все. Спасибо большое. Какие у кого вопросы есть? Замечания, предложения, соображения? У меня есть одно замечание и два вопроса. Замечание очень простое. Вот то, что он пишет по поводу антологии возможных миров, мне кажется, очень похожим на то, что предлагалось в книжке Джега, которую мы читали раньше. Если кто помнит, я прошу высказать свои соображения на тему того, действительно ли это похоже, а если не похоже, то в чем отличие, потому что там тоже вроде как возможные миры рассматривались как миры, которые построены из каких-то частей актуального мира, и поэтому они не были полностью, они не состояли из вещей полностью другого рода, а каким-то образом дыре указания даже вроде как могло осуществляться. Вот. И сразу же первый вопрос. Вот все это кажется довольно-таки привлекательным и обоснованным, но вот если взять какие-то сложные случаи, скажем, кросс-мировая предикация. Вот да, вот этот вот конститутивный принцип, который предлагает Пикок, что значение предикатов в возможных мирах должны по тем же ну в общем с помощью тех же концептов или с помощью тех же правил образовываться, как и в актуальном мире. А если мы имеем в случае кросс-мировой предикации, то это означает, что у нас либо сам мир должен быть среди параметров этого предиката, что Пикок прямо запрещает. То есть он говорит, что не существует какого-то скрытого параметра в предикатах, который бы куда бы подставлялся возможно мир, либо нам надо каким-то иным образом объяснять, что же они делают эти кросс-мировые предикаты. Вот. Пока что все. Я боюсь, что я не про Джего, не про кросс-мировую предикат, я ведь не смогу. Так что к сожалению, я не могу. Вот по рзац-мирам у меня возникла идея, может быть лучшие рзац-миры находятся в пространстве ограниченном формулами Баркан. Почему? Ну, в конце концов, семантика возможных миров, это ведь логика, это некоторая игра. Формулы Баркана не противоречат нашим интуициям, естественно. Но в качестве игры, ограничивающей общую логику, они, мне кажется, классно смотрятся. И лучший рзац-миры это рзац-миры в рамках формул Баркан. Но ведь формулы Баркан не запрещают кросс-мировую предикацию. Да, конечно, они бы запрещали такие варианты, когда актуальный объект сравнивается с каким-то объектом, которого в актуальном мире нет, с каким-то только возможным объектом. Но ведь мы можем сравнивать актуальный объект и его же самого в другом возможном мире, просто по какому-то качеству. И это будет вполне закономерная кросс-мировая предикация, но как ее сделать внутри принципов Пикока не очень понятно. Вот в отношении принципов Пикока я тоже не скажу. Ну а в рамках формул Баркана все вроде бы нормально смотрится. Кросс-мировая предикация никак не страдает. Просто у нас были ограниченные экраны. Живем не в реальном мире, а в рзац-мирах. Как же мы живем в рзац-мирах? Рзац-мира это просто множество предложений. Ну эти множество предложений имеют значит некоторую модель, которой мы приписываем реальность в нашей игре. Ну вот если множество нужно где-то находиться. Мы не можем в множестве предложений находиться. Если рассматривать рзац-миры не как множество предложений, а вот на манер как это делает джега, то есть какие-то мыслительные конструкты, которые мы конструируем из объектов либо свойств, либо каких-то дополнений, свойств встречающихся в реальном мире актуальном, то тогда никаких проблем нет. Берем меня, значит, берем, конструируем вокруг меня какую-то ситуацию из, опять же, ну, то есть берем какое-то реальное место, в котором я в данный момент не нахожусь и представляем реальную меня внутри этого реального места, вот тебе и кусок рзац-мира. Никаких проблем, опять же. Ну, и как бы интуитивно вот ничто ни в нашем языке, ни в нашей логике не мешает спросить, например, ну, является ли мое нынешнее положение более комфортным для меня, там, скажем, мне теплее, чем там, в том возможном другом положении в том эрзац-мире, или там, не знаю, светлее как-то. Ну, то есть осуществлять вот такую кросс-мировую предвитацию ничего вроде как в интуициях либо в логике языка вот такой вот поверхностной ничего не мешает. Но, тем не менее, вот принципы Пикока они такие, что если он даже смог бы объяснить, как это делать, это было бы крайне неестественно, как я понимаю. То есть нам бы пришлось, например, вводить какую-то шкалу, там светлоты, теплоты или комфортности и говорить, что вот мое нынешнее положение по этой шкале, допустим, 51%, а тамошнее положение там 69% или наоборот. Но, опять-таки, из дискуссии вокруг кросс-мировой предвитации мы знаем, что такие варианты не очень вообще-то, потому что, когда я говорю, что мне могло бы быть теплее, чем сейчас, я никакой шкалы в виду не имею. Я имею в виду просто сравнение по одному качеству. Да тут можно целую теорию относительности сформулировать относительно всего этого. ну вот ты как-то как раз же против. Он же как раз говорит, что нет, я актуалист, я, значит, буду мыслить в каких-то понятных и знакомых категориях актуального мира, а все остальное ну просто по аналогии с ними делать. А вот хорошо бы, конечно, как-то определить этот актуальный мир, то ли это физический актуальный мир, то ли что-то метафизическое, и это не совсем понятно. Если это физический мир, то надо говорить о многомировой концепции Эверетта. Мы имеем бесконечное число одинаковых реальных вселенных. Это близко к позиции Дэвида Льюиса. А если это метафизический мир, то мы можем как-то уйти от этих физических построений. Себя любимых в центры поставить, например, или еще как-то. По-разному здесь можно действовать, мне кажется. У меня есть еще один вопрос относительно конститутивного принципа номер два, который гласит, что значит, если мы считаем приписываем истинность предложению существует А, то мы не должны считать ложным или приписывать ложность предложению А произошел из Б и С или что-то там такое. Вот значит у меня вопрос по поводу того, как бы если мы признаем этот принцип, то мы можем рассматривать его вдобавок как принцип индивидуации. То есть мы можем сказать, что мы также для любой вещи отличной от А, допустим, назовем ее Х, мы не должны считать истинным предложение Х происходит из Б и С. так вот мой вопрос состоит в том обязательно ли считать этот принцип принципом индивидуации а если не обязательно и если мы не будем его таковым считать то как это повлияет на нашу антологию из чего могла следовать обязательность того, что это именно принцип индивидуации вот я тоже вроде не вижу из чего бы она могла следовать но чисто интуитивно как бы ну довольно трудно представить себе ситуацию когда мы говорим что если А существует то он обязательно значит является существующим значит является происходящим от Б и С но при этом также считаем что от Б и С мог бы произойти какой-то другой объект но не А ну естественно я не имею ввиду случаи когда скажем один ребенок одних и тех же родителей мог бы в другом мире значит быть одним из близнецов мы можем добавить к этому там какое-нибудь время рождения или что-нибудь еще короче достаточное количество признаков которые бы являлись для нас ну как кандидатами для сущностные признаки вот этого конкретного объекта А а теперь мы говорим ну хорошо мы говорим что А не мог бы не обладать всеми этими признаками но мог бы какой-то другой объект обладать и ниже отличный от А или нет ну как кажется мог бы ну и как бы мы с этой вселенной клонов стали бы иметь дело то есть если опять же мы оцениваем какое-нибудь модальное предложение ну там вот какой-нибудь там какой-то человек у которого есть дети он говорит что вот мой старший сын и имеет ввиду жесткий диссигнатор своего старшего сына то есть вот мой старший сын актуальный старший сын вот так скажем значит и теперь мы говорим что этот актуальный старший сын мог бы по всем своим сущностным признакам в другом мире иметь какого-то такого вот клона который бы был сыном тех же самых родителей там родился бы в то же самое время но вот он был бы отличным от этого старшего сына актуального в чем он был отличным ну если мы говорим что два объекта могут обладать одними и теми же сущностными свойствами но при этом быть отличным друг от друга не тождественным и существовать в одном и том же мире возможном вдвоем то как мы будем то есть как как у нас жесткая жесткая диссигнация сохранится ну то есть как мы будем вот мы там смотрим динатат динатат выражения мой актуальный старший сын в том другом мире и ну так как мы должны сказать это объект а или это объект в качестве предположения по крайней мере мы можем сказать что в любом из этих миров у меня ровно n сыновей и не n плюс 1 и не n минус 1 это как-то очень сурово это жизненно у меня столько сыновей сколько их есть я опять же намекаю на формулу баркан для всех разад смиров вот если позволите я несколько соображений расскажу если позволите ну мне кажется в начале говорится если я правильно понял что логическое логически необходимое должно быть метафизически необходимо если так то я с этим не согласен потому что есть много логик вот и в общем-то хорошо если мы сможем с точки зрения эпистемологии как-то детерминировать это множество логик тогда мы может быть и свяжем логическое с метафизическим а если мы не можем эпистемически детерминировать то мы не свяжем логическое с метафизическим а почему вы считаете что их связывает таким образом логическое ну вот вы приводили формулу конъюнкции а попробуем применить формулу строгой дизъюнкции и спросим себя закон исключенного третьего это метафизический закон но с функцией допустим мы согласимся а со строгой дизъюнкцией это метафизика интересно вот второе замечание если мы говорим о том что необходимое необходимо необходимо то мы явно зачислили себя ну или явно используем льюисовскую систему S5 потому что в S4 может быть по-всякому может быть необходимое необходимо а может быть необходимое не необходимое если мы берем ненормальные модельные логики допустим без правила Гёдл S4 сложнее содержательнее S5 это уже какая-то деградация мне кажется это отход от реальности от актуальности поэтому нельзя говорить что необходимое необходимо необходимо а равным образом когда мы берем возможно возможное здесь обратное отношение там мы начинали с просто необходимого здесь мы начинаем с возможно возможного то возможное есть возможное опять же только в S5 так как в S4 бывает по-разному S4 содержательнее S4 сложнее S4 интереснее но пикок ведь не формулирует вот конкретно те предложения что вы говорили он ничего не говорит про аквистенность он говорит что да мы можем работать с вложенными модальностями но он не говорит что такой это принцип в общем истинен и не привязывает себя к S5 или к S4 вот ну вот в общем-то это основные соображения они как-то у меня вызывают некоторые сомнения может быть пикок бы и объяснил что куда следует поставить но у меня неопределенность по этому поводу мне кажется это будет решаться через объяснение того какую он в итоге выбирает модальную систему и почему именно ее я кстати придумала ответ на свой собственный вопрос про кросс-мировую предвитацию хотите да вот и мне кажется что пикок должен был бы сказать на это что вот источником правил семантических которые определяют значение предиката или источником концепции значит которые выражаются им должен быть именно должны быть именно тех случаев когда мы применяем их по отношению к тому что происходит полностью в реальном в актуальном мире а когда мы пытаемся описать случаи кросс-мировой предикации то мы как раз должны делать это по аналогии с тем как это делается по отношению к объектам полностью принадлежащим актуальному миру ну то есть там если мы применяем по такому-то правилу скажем предикат теплее когда мы говорим что в Москве теплее чем в Новосибирске то мы в актуальной Москве теплее чем в актуальном Новосибирске то мы должны взять это правило и вот сообразуясь с какой-то семантикой значит кросс-мирового применения которую можно отдельно где-то выстроить там значит применять вот это же правило вычисления значения но вот подставлять его короче говоря в эту семантику и тогда принципы пикака вполне совместимы с идеей кросс-мировой привитации понятно так ну что еще какие-то может быть вопросы или соображения ну судя по всему видимо на сегодня у нас дискуссия заканчивается больше никто ничего сказать не хочет вот ну что еще раз Арсен спасибо за доклад и получается в следующий раз мы встречаемся договоримся по поводу времени отдельно ага вот ну все тогда всем спасибо еще раз иди до свидания спасибо до свидания до свидания спасибо за обсуждение спасибо до свидания